500 тысяч гривен было выделено на ремонт школы в Красной Слободе под Черкасами. В самом начале учебного года левое крыло этого здания резко просело. Что стало причиной этой аварии и где все это время учатся дети, выясняли наши корреспонденты. Вот так еще в сентябре проходили уроки математики в Краснослободской школе номер 2. Из-за трещин в потолке на полу и стенах левое крыло здания администрация закрыла. Дети были вынуждены учиться в правом. Кто в спортзале, кто в столовой, а кто и в раздевалке. После того, как причины аварии установили, классы на втором и третьем этажах открыли. Завуч показывает, где теперь занимаются ученики. У нас учатся в другую смену четвертый класс. В этом коридоре, английская мова, которая делается, тут учатся дети. Единя неудача. Дети привыкли ходить через первый поверх в туалет. Учителя уверяют, неудобства готовы терпеть. Лишь бы ремонт скорее закончили. Кабмин выделил 500 тысяч гривен довольно оперативно. Буквально через несколько недель после случившегося. Чтобы успеть к концу года, строители работают без выходных. Ремонт почти на финальной стадии. Просто еще процесс затягивает. Его слегкали, там зашпаклювали. Треба, чтобы оно выстроилось. Это тоже такие технологические. И решту денег мы сделали. Пошторцы, сейчас ремонтуется спортивный зал. А вот коридором и укреплением стен заниматься будут уже после Нового года, говорит нардеп Сергей Рудык. Уже зрозуміло, что так, попередньо, в наступном році треба будет еще додатково шукати минимум 800 тысяч гривен. В целом в области за счет госсубвенции в этом году делают также ремонт операционных в одной из больниц. Закупили два автомобиля для сельской медицины, восстановили детский сад в селе Леськи. Виктор Качук, подробности, телеканал Интер, Черкасская область.